Ты знаешь, чего не хватает этому каналу? Растущие гиды. Так что давай начнем с одного из моих любимых блюд, лука-порея. Так что давай посмотрим, как выращивать национальный овощ Уэльса. За что я люблю лук-порей, так это за то, что он один из самых выносливых овощей в мире. У нас до сих пор была довольно суровая зима. Со стороны кажется, что он немного пострадал. Однако они держатся крепко, и там было так много доступной еды. Особенность лука-порей в том, что он немного похож на картофель, вы можете получить первый ранний, второй ранний основной урожай. Это немного похоже. С луком-пореем вы можете получить ранние сорта, среднеспелые сорта, но также и поздние сорта. Таким хорошо известным поздним сортом является медийбур. Я думаю, ты именно так это произносишь. Но в последнее время мне действительно понравился бандит, и это то, что я здесь расту. Бандит один из лучших сортов, к тому же он может собирать урожай вплоть до ранней весны. Так что я буду собирать лук-порей обычно примерно до 1 апреля. Этот период сбора урожая действительно очень важен, и это здорово для самообеспечения. А бандит можно купить в хагасгарден.ком. Есть два основных способа начать с семян лука-порея. Ты можешь либо сажать их в модулях под прикрытием примерно за 8-10 недель до пересадки в виде многослойных комков. Я предпочитаю сажать их на грядку с семенами, потому что это позволяет мне пересадить их гораздо глубже. Так что летом, когда стоит более сухая погода, потому что их корни находятся гораздо ниже в земле, мне не нужно так сильно беспокоиться о том, чтобы поливать их. Вот пошаговый процесс, который я использую для выращивания лука-порея. Первое, что нужно сделать, это сшить его прямо. Обычно я выделяю конец приподнятой грядки и делаю несколько рядов глубиной около 2 см и примерно 15 см между каждым рядом. А затем я выбираю сорта, которые хочу вырастить и сею довольно густо. Так что на каждый сантиметр возможно одно или два семени. Что происходит дальше, так это то, что я прикрываю их и оставляю на некоторое время. Чтобы помочь прорастанию, ты можешь использовать метод досок. Таким образом, ты можешь положить доску поверх розы, просто чтобы сохранить влагу, а затем периодически проверять под доской, чтобы увидеть, когда появятся саженцы, а затем удалить доску. Саженцам лука-порея требуется немного времени для развития, и важно начинать сажать лук-порей довольно рано, потому что ему действительно требуется сезон, чтобы вырасти, созреть и развиться. Они немного медленно горят, но оно того стоит из-за их преимуществ перед зимними. Когда впервые появляются саженцы, они похожи на маленькие язычки травы. Просто следи, чтобы они не высохли. Просто присматривай за ними, они продолжат расти. И тогда в какой-то момент в июне, обычно в середине-конце июня, многие саженцы достигнут толщины примерно карандаша. И это толщина карандаша, когда самое подходящее время начать их пересаживать. Часто мне нравится пересаживать свой лук-порей сразу после того, как я собрал немного молодого картофеля, чтобы грядка была чистой и готовой к посадке лук-порея. Когда тебе придет время пересаживать их, когда большинство из них толщиной примерно с карандаш или немного меньше, тебе захочется достать вилку и осторожно приподнять каждую секцию саженцев лук-порея. Так что просто осторожно приподними его, взяв как можно больше корней и как можно больше почвы. Это немного разрушительно, но оно того стоит. А затем немедленно опусти этот комок рассады в ведро с водой и дай им пропитаться около 10 минут. Этот процесс замачивания позволит тебе очень легко и аккуратно разделять каждый саженец лука-порея, когда дело дойдет до пересадки. Так что для пересадки у тебя есть хорошо подготовленная грядка. Ты хочешь получить дибер, который создает дыру глубиной примерно 20-25 сантиметров. А для ряда лука-порея нужно расположить каждую лунку примерно на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. А затем, работая над грядкой, работать в шахматном порядке или по диагонали, также на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Это своего рода хорошее расстояние, чтобы убедиться, что ты получишь много еды из небольшого пространства, но не слишком переполненного. Тогда вот что ты делаешь. Как только проделаешь лунки, бросай саженцы лука-порея прямо к основанию лунки. Значит, ты как бы помашешь рукой на прощание, и они будут просто листьями, торчащими наверху. Теперь следующая часть действительно забавная. Что ты делаешь, так это берешь лейку или шланг и поливаешь их. Что мне нравится делать с лейкой, так это считать может быть 3-4 секунды, и это здорово, потому что вода поступает внутри за отверстие прямо к основанию, где находятся корни. Теперь следующая часть может быть немного сногсшибательной для некоторых из вас, кто новичок в садоводстве. Не заполняй эту дыру обратно. Что происходит, когда вы поливаете, это опускает часть почвы вниз, чтобы защитить корни, но наличие этого отверстия поможет обеспечить меньшее сопротивление протекающему стеблю. По мере роста он может набухать, и это просто помогает ему вырасти немного больше, чтобы у него было меньше сопротивления, и, надеюсь, ты сможешь получить немного больше пищи. Вот уже первые пару дней ты можешь подумать, ой, я сделал что-то не так, потому что они могут немного поникнуть и выглядеть немного жалкими к себе. Это просто из-за пересадки. Через несколько дней они все снова воспрянут духом, а затем начнут расти вполне приличными темпами. Теперь, если станет действительно сухо, и тебе действительно нужно будет их полить, поливай их по мере необходимости. Я нахожу, что они довольно хорошо реагируют на мульчирование. У меня никогда не было проблем со слезняками с луком-пореем, так что мульчи хороший вариант. Ты просто позволяешь им делать свое дело прямо сейчас, пока не придет время собирать урожай. Собрать урожай очень просто. Есть два способа, которыми ты можешь это сделать. И я думаю, что это отчасти зависит от того, в каком состоянии находится земля, особенно если она замерзла. Первое это просто устранить протечки, очень красиво и просто. Если есть небольшое сопротивление, ты можешь взять вилку, просто положить ее рядом с утечкой и осторожно разрыхлить почву, и тогда утечка должна выйти легко и приятно. Устранение протечек очень важно после сбора урожая, потому что по мере роста иногда немного почвы может попасть между верхними листьями. Так что это очень просто. Ты отрезаешь концевые части листа, отрезаешь полоску посередине, как бы в верхней третьей части листа. Это откроет его. Это позволяет просто хорошо прополоскать его, а затем он чистый и готов к использованию. Также хорошая идея – просто снять пару внешних слоев, потому что часто они немного тягучие. Действительно, быстрая идея состоит в том, чтобы на самом деле не собирать весь свой лук-порей к началу весны, а оставить несколько и позволить им цвести. Потому что цветы лука-порея абсолютно эпичны. Они выглядят фантастически, красивого фиолетового цвета, и их любят опылители. Если ты хочешь рецепт, который можно приготовить в это время года, чтобы насладиться луком-пореем. Я на самом деле, я вдруг вспомнил, что пару лет назад я выложил рецепт на Форин Шеф о том, как приготовить действительно вкусное, легкое блюдо в середине недели, состоящее из капусты, лука-порея и яиц пашот. Ниже есть ссылка, чтобы проверить это.